То, что город давно нуждается в новых средствах общественного передвижения, не вызывает сомнений. Автопарк автоколонны 1126 изношен процентов на 90. В этом году списали уже 30 машин. Люди на остановках устают в ожидании нужного маршрута. Ежегодно парк необходимо обновлять, поэтому в дебрях городской администрации созрело смелое решение закупить 25 единиц новой техники. Новое, хорошо забытое старое решили там и нашли вышедшие из употребления на западе мерседесы, рассчитанные на 49 посадочных мест каждый. Понятно, что русскому хорошо, то немцу смерть. И наоборот, автобусы, негодные для нежных интуристов, вполне сойдут для наших закаленных на остановках россиян. Тем более, что и стоят они недорого. Всего 21 миллион рублей, то есть по 30 тысяч долларов за штуку. И все бы хорошо, но вот начальник автоколонны Михаил Редькин наотрез отказался с нами разговаривать об этой покупке и мотивировал тем, что у него не спрашивали, когда заключали эту сделку. Поглядеть на них и пощупать не дали. И если они в совершенно изношенном состоянии, то он, Редькин, не виноват. Адресуйте, мол, все вопросы в мэрию, которая с ним не советуется. Глава самоуправления нам разъяснил, что котами в мешке он не занимается. А напротив, совершена удачная покупка, потому что новый автобус отечественного производства стоит на целых 200 тысяч рублей дороже списанного зарубежного. А списан он не по техническим показателям, а только по причине прихотливости западной публики. Автобусы в нормальном, исправном техническом состоянии. И они, когда придут, мы их увидим. Что они из себя представляют? Это не новые автобусы, безусловно. Автобусы, которые были в употреблении, которые ходили по дорогам Германии, которые сейчас проходят по Санкт-Петербургам ремонт, они проходят у нас еще 5 лет без проблем. Начальникам автоколонны на эти слова ответить нечего. Будут проблемы или нет, никто не знает. Потому что в первый раз Михаил Редькин увидел автобусы пару дней назад в Питере, куда они были доставлены из Швеции. С тех пор загрустил и почему-то отказывается от интервью. В умах зреет мысль, не проще ли было купить новые отечественные автобусы на эти немалые деньги налогоплательщиков. Не 25, а 20. Но зато и начальники повеселели бы. Да и народ катался бы на них не 5 лет, а гораздо больше.